друзья подписчики а также случайные зрители ютуба всем огромный привет сегодня у меня для вас вот такая вот интересная посылочка в этом видео будет он боксинг и первый взгляд это должен быть набор китайских насадок для инструментов типа дремель то есть время прокс он там и все подобные инструменты то здесь всякие должны быть бурые нождышки и щеточки там то есть откроем и все увидим на деле здесь будет он боксинга первый взгляд и если вы хотите посмотреть испытание этих всех насадок в деле обязательно пишите комментарии ставьте лайки и я наверное будут записывать в крупном плане то есть если я просто отсюда будут показывать все эти маленькие детальки их наверное никто не рассмотрит поэтому остаемся на связи и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok по всей этой самой короче вот это такие маленькие наждачки с какими-то китайскими иероглифами вот их здесь дофига какого они номера не понятно ничем они не промаркированы все они короче одного цвета инструкции здесь я никакой не вижу где был бы указан какой состав этого набора как вот эти вы должны вытаскивать они тупо не вылазил болею сделано все ксиш я блин прикалываюсь парни ладно давайте это все достанем тут еще короче сломано опять один кусок так это все поставим пока здесь чем просто по подробнее показать смотрите какое еще посмотрите какое все на ухо кривой здесь смотрите они не вылазит вот она упирается тупо сюда они походу их вначале туда вставляли а потом короче сюда приклеивали потому что вот это тоже не вылазит вылазит так с упором ну вот это точно но никаким образом нельзя его туда было в сумме это явно и вот такие кусочки дерева не она свердывают туда это вставляют хорошая хотел просто вытащить эти наждачки так ладно давайте смотреть по порядку что тут имеется короче вот это вот смотрите она вылазит вместе с этой хрена той то есть какие-то вот вылазит без пластмасок вот видите сами это вылезла тупо вместе с пластмасской то есть качество ну короче сборки пипец вообще короче вот это вот к клоны дремелевских то есть а вот такие покупал дремелевские они стоят одна штука по моему 5 долларов там ну только там качество конечно совсем другое я сейчас просто не пойду их искать ну там точно такой же размер такой же диаметр только там с нормального все материала короче это для работ по дереву и не буду их всех показывать короче я не знаю чего они сделаны ну не похоже это на какую-то высококачественную сталь тут здесь тоже самая история все вываливается блин мне плохо видно но догадываюсь у кашу полная херня чем здесь вот эти буры по дереву да это для работ по дереву типа как для вырезания раз два три 4 5 6 штук то есть они могут еще работать и по пластику я так понимаю дальше вот эти вот штуки идут наждачные камни это короче для металла то есть если вам надо там что-то я не знаю как сами понимаете как наш таком по металлу работать то есть там заточить нож заточить пилу заточить короче какую-то мелкую всякую хренатень вот и здесь получается вылезла с трудом так и здесь получается но это здесь должна быть вода не тут все розовые оттуда оранжевые синие теперь она у так вот кое-как получается здесь их получается вот сами видите три оранжевых две синих пять розовых дальше вот это вот штука это для того если вам надо наждачить то есть вот этой наждачкой и можно наждачить все что угодно но дерево в основном конечно и пластик можно на и металл но хрена узнать для металла наверно вот эти лучше в общем они тоже здесь непонятно никаких номеров ничего не написано вот их здесь сами видите есть два диаметра один диаметр побольше вот под эту насадку но так ссоре села карта памяти что-то немного под офигел то есть только поле я только поставил 16 гигабайт горит уже места не хочу так короче слишком быстро в общем внутри что-то типа ткани прикольно так сделал здесь не думала думал это бумага просто там нет бумага какая-то ткань в общем вот это вот такие резиновые валики один такой диаметр и 2 вот такой вот здесь может быть болт надо подтянуть может они не наладим но они должны тату вашу по нами слетала в общем это все работает в общем сами видите сколько их здесь штук то есть он тут они насыпаны но зиновые такие барабаны я вам показал эти такие валики здесь у нас лежат все вот эти вот кругленькие наждачки они тоже сюда нифига не помещаются короче ладно фиг с ним дальше вот эта вот штука идет для насаживания войлочных кругов здесь их получается дофига их здесь получается пять маленьких пять больших качество войлока наверное полное дерьмо я не знаю не буду обманывать потому что были у меня до этого такие им там поработал 20 секунд он превращается в пыль но это у меня был обзор распаковка вернее китайского дремеля за 8 долларов есть где-то на канале 80 аксессуаров его те круги которые там были я испытывал там вообще то есть они вот так вот просто только начинаешь они все просто рассыпаются в пыль вот мне кажется эти скорее всего такие же но не уверен не буду наговаривать пока они не испытанные то есть вот это вот получается маленький и большой но вы хотя не выглядят прикольно а большие вообще очень твердые здесь видите даже не могу сдавить пальцами вот здесь кстати дырочки уже проколаны то есть сделано в принципе все неплохо и вам скажу вот он насаживается поехал так ладно это мы посмотрели значит здесь 10 войлочных кругов 5 маленьких 5 больших это очень хорошо вот эти круги очень нужны по крайней мере мне дальше смотрим вот эти две банки знаю здесь в одной банке лежат отрезные круги самые короче обычные самые распространенные самые стандартные они короче по металлу здесь их 1 2 3 4 5 6 7 8 стук их почему их 8 непонятно то есть положили бы их 5 или 10 я не понимаю почему их 8 8 штук от этих кругов вот они короче видите тоже все качество такое то есть это коробка она вроде как ну то есть он видно или она впритык или она меньше чем должно быть еще не тому так только боком лежат ну хорошо принципе что она есть не будет все валяться то есть где попала в общем можем сюда эту коробочку вот ну перегородки если у кого-то есть супер желание их можно как бы здесь попытаться починить вот и второе это полировальная паста то есть это что-то типа пасты горе но я так понимаю что у них есть какие-то стандарты по цветам то есть белая там черная красная синяя зеленая не знаю чему этот цвет соответствует еще он какой-то номер у него должен быть и она для чего-то там типа для алюминия для бронзы скорее всего и тогда какая-то универсальна какая-то наверно ну наиболее часто используемая наверно средняя зернистость вот я в них не разбираюсь поэтому не буду вас обманывать это все мои предположения и вот такие вот кстати отрезные круги мне никогда такие раньше не попадались очень радует здесь их всего лишь четыре штуки я так понял что это какие-то аналогичные этим кругом только те обычные круги эти видите они армированные то есть видно что они армированы какой-то сеткой то есть они наверное более прочные естественно это тоже по металлу для каких-то наверное грубых работ вот и так ладно давайте вот это вот берем сюда эти перегородки фигня то есть видите они уже выломаны и не уже не будет держаться вот просто я хотел куда-то это все покласть ладно потом разберусь дальше вот это вот держатель для кругов то есть сюда как эти круги крепятся так и вот эти маленькие то есть вот этот болтик отвинчивается вот так вот он откручивается здесь две маленьких шайбы между ними ставится диск закручивается обратно и все фигово что здесь нету ключа обычно это идет такой ключ как маленькая отверточка здесь его я не вижу нигде вот вот это вот здесь же нужно отвертка здесь нужна тверка здесь нужно отвертка ну то есть это мелочевка то копеечная стоимость но все равно как бы тут его нету то есть дополнительная вот такие щетки ну посмотрите блин качество вот знаю видно или нет здесь вот эти все волоски разной длины торчат в разные стороны ну как она наверное будет работать будет чистить то же самое надо все испытывать так нифига не скажешь были у меня когда-то тоже щетки наподобие таких тоже они все рассыпались буквально один раз и попользовался и все и пипец вот это то же самое то есть вот какая-то она такая корявая торчащая короче но сама проволока как на взгляд вроде бы неплохая по моему с инструментальной стали вот такую щетку никогда не видел не знаю для чего она для каких-то наверное узких мест уж им прикольно все ну и последняя короче вот это вот гора наждачной бумаги то есть наждачка тоже самое ставится туда же куда и круги и что мы еще не рассмотрели вот такая вот щетка тоже как-то ее мне предназначение не особо понятно это может быть какую-то там мягкую грязь или пыль из каких-то там щели и вот так вот вычищать и потом как типа как зубы честь и вот эти вот три я так понимаю алмазных бура вот но тоже то есть это гравировать по стеклу гравировать о там керамике ну можно конечно по металлу ну по металлу им тоже пипец сразу придет по металлу лучше вот этими вот потому что они как бы но их на дольше хватит они большие дешевые они везде есть а этот алмазный наверно один раз по металлу проведешь и с него все эти алмазы облетят если они там вообще есть в общем вот такие вот дела друзья набором полностью доволен за эту цену то есть он стоил 11 долларов по моему бесплатная доставка вот то есть в принципе все рады все так веселенько сделано деревянная коробочка замочком единственное что видите и видимо пока еще и это наверно везли из китая еще наверно тогда она повредилась и здесь ударилась здесь сломалась но если бы было все целое то как бы радости вообще не было бы предела по моему обалденная просто штука вот то есть очень хороший выбор аксессуаров и всего много то есть много этих много этих этих много всего полно плюс паста то есть такой купить если вам не для профессиональных работ а просто для дома то есть его хватит на всю жизнь в общем такие вот дела ставьте лайки пишите комментарии если нужны испытания если наберется то в общем если наберется 200 лайков тогда запишем испытания всем пока пока а